друзья всем привет с вами я михаил шилов автор проектов доктор шилов точка ком корректура точка рублю шин точка рублю блок точка румы кивара . вот значит какая тема сегодня можно развить интеллект что собственно говоря послужило причиной того что на эту тему решил побеседовать с вами сегодня вышла мне недавно такая беседа вернее ну спор даже можно сказать с коллегой по цеху с врачом вот по поводу того ли можно жить интеллект я записал свое время подкаст какой-то на какую-то тему вот она прокомментировала его и сказал это не правда говорит а там затрагивалась тема как раз этот интеллект размышления рассуждения интеллекта развитие нельзя то есть почему потому что интеллект закладывается самого рождения значит за ребенку и то что есть то и как бы съесть все если интеллекта нету то его значит и не будет потому что самое главное это то значит количество нейронов которая заложена которые ответственны за этот самый интеллект я честно говоря был удивлен с обсуждением таким и прямо мы так реально поспорили потом я понял что на самом деле разговор то у нас шел в одной концепции просто мы друг друга не допоняли скорее всего что если субстрат до субстрата для развития значит интеллекта нету то есть нету необходимого количества нейронов до головного мозга нет необходимого развития коры головного мозга значит соответственно и интеллект развить нельзя ну конечно вообще логика в этом со железной если безмозглый человек нет ни вот мозгов то конечно и 1 так интеллект развиться мне нельзя но это если исходить из этой концепции если она имела это в виду да я уже за нее додумываю то тогда с этим конечно можно согласиться это лишь от счастья а почему значит объясню почему потому что как известно ну это такой факт да что человек не задействует всего количества тех нейронов которые у него в коре головного мозга есть и очень часто бывает так что люди с меньшей массой коры головного мозга вообще сыну в среднем мозг весит 1300 грамм но есть люди которых мозг весит меньше килограмма и такие люди были известны в истории как интеллектуалы сейчас я не приведу пример но я когда-то читал сравнительно с контак анализ который проведен был на изучении но то объемов черепов различных известных людей которые сделаны с посмертных масок после эндресгумации с другими сам способами так как обратилионаж был и было модно мериться до свои но размеры там иметь все вот эти вот многие но интеллектуалы имели совершенно небольшой размер сам черепа и соответственно объем с мозга был меньше ну и соответственно нейронов в этом мозге головном тоже было меньше и тем не менее они были очень умными людьми очень интеллектуальными в то же время очень много есть людей с довольно большой черепной коробкой имеющих большую массу мозга огромное количество нейронов и тем не менее ну сама простота которая как говорят хуже воровства вот это первая составляющая то есть то есть оказывается количество нейронов и объем головного мозга не всегда ответственно за то насколько будет человек интеллектуален способности будут в разности реализованы должным образом то есть у кого нейронов меньше может это лучше почему потому что на самом деле вот это уже тоже предмет спор нашего был с ней что важнее всего не количество нейронов как таковых а умение задействовать то количество которые есть и строить максимально большое количество ассоциативных связей между нейронами то есть если нейроны эти биты эти биты скажем так информации и в себе несущие хорошо ассоциированы между собой то человек может интеллектуально рассуждать и мыслить увязывая различные информацию которая у него есть в абстрактных каких-то рассуждениях и строя логические построения и так далее если же как таковых ассоциативных связей между нейронами нет то информация может нейронах накапливаться но интегрироваться и синтезироваться из разных отделов из разных нейронов она не может это все равно что предположим будет информация лежать на жестком диске но это не программа а просто набор информации просто вот есть огромное количество фотографий каких-то файлов но они просто вот отдельными файлами лежат и все и только если программу это если эта программа между собой скажем так связывает есть интерфейс который будет управлять этими нейронами всеми ну вот информации все эти привязывать и и отметить алгоритм как совершать с этими файлами определенные типы действий в зависимости отведенных каких-то переменных вот тогда это все будет работать и вы наверно замечать что вот у каждого жесткий диск на компьютере там до терабайта размером там а может и больше даже и вот эти файлы лежат отдельно и вы уже даже не помните где что лежит и вообще непонятно как этим а воспользоваться но вы ставите программку например по поиску предположим там там фото и эта программа ну если она не супер там интерфейсом она весить может вообще всего ничего несколько мегабайт но вот именно эта программа это это ассоциативная сеть которая позволяет проанализировать информацию которая находится и ее определенным образом систематизировать и воспользоваться и опять же другие программы такие как 1с там и какие-то бухгалтерские программы или что-то еще и какие-то другие программы они могут весить очень мало но они могут работать с какими-то массивами информации тоже небольшими но производить при этом действительно полезный труд и получать какой-то результат от информации которая просто накапливается и просто лежит на жестком диске никакого толку не будет и поэтому какой бы этом объем сами мозга головного не был пусть огромный даже он будет это огромный диск на много-много-много терабайт на предположим и все вы в этом информации забили но она между собой не ассоциирует вообще никак и толку никакого нет нужна программа которая позволяет эти все файлы интегрировать друг с другом вот поэтому очень важно вот такое количество ассоциативных связей ассоциативные связи развиваются опять же у человека только тогда когда у него есть необходимый объем информации чтобы ассоциировать что-то между собой да пусть только так поэтому конечно знание безусловно как таковы они тоже нужны и вот мы переходим к еще одной части почему значит этот интеллект это все-таки приобретаемая вещь но предположим вот человек тоже самое маугли до который не воспитывается среди людей и не получает информацию человеческую должным образом как это привычно человеческом социуме и не усваивают агию и и так как надо уровень его интеллектуального развития будет вообще минимальный это при всем при том что если бы этот же самый человек этот же самый ребенок со развивался среди со среди людей то уровень интеллекта был бы его в разы выше то есть один и тот же ребенок да если его поместить в среду волков там в дикую природу не разговаривать с ними такие эксперименты сами поставленные природой самой и вообще есть такие сами данные это том что человек интеллектуально не развивается при всем при том что у него предпосылки все для этого есть если поместить его в среду куда надо то есть среди умных людей которые будут его учить и развивать то он нормально и реально разовьется вот тебе пожалуйста еще одно как бы доказательство того что интеллект эта штука приобретаемая вопрос в том что надо просто дать определение тому что такое интеллект все-таки интеллект это не какая-то материальная величина это скорее всего философская концепция и после нашего разговора я конечно почитал про интеллект что это такое какое ему дают определение лишь утвердился во мнении что говорить об интеллекте можно больше с философской точки зрения то есть это такая величина философская его нельзя измерить как-то материально есть конечно способы которые там вот такие умерю для коэффициента интеллекта но на самом деле эти тесты все узконаправленные и очень часто человек с реально хорошим с реально хорошими интеллектуальными данными не лучшим способом проходят эти тесты потому что эти тесты они все-таки направлены больше нам на прагматичное самосуждение рационально материалистичное такое и люди с более творческими как бы задатками такие тесты проходят хуже вот эти чтобы проходить хорошо тест на айкью нужно иметь предрасположенность определенную да и в том числе и развитую вот для того чтобы проходить тесты на если вы потренируетесь проходить тесты на айкью то вы безусловно будете проходить их лучше предположим что вы в первый раз в в жизни проходите тест вы можете быть просто разочарованы собой и тест покажет что вы тимбецил но я шучу конечно но уровень будет ниже среднего там вообще предположим да но если вы потренируетесь проходить такие тесты то уже через месяц через два вы будете проходить такие тесты намного лучше потому что вы поймете по какому принципу построены задачи в них что требуется какие ассоциативные ряды строить надо поймете на логику построения данных тестов и будет вам намного проще я по профессии скажем так по образованию я врач хирург ортопед травматолог и мануальный терапевт вот а так больше по профессии и скажем так я ученый занимаюсь я научной деятельностью в области спортивной медицины биомеханики спортивной физиологии также я владелец самгеклуба спортивного клуб мм и вот занимаюсь научными разработками в опять же в плане перспективных методов тренировок в спорте и особенно в ассоциации с боевыми видами спорта также занимаюсь научными исследованиями в области профилактики спортивной травматологии и профилактики специальных спортивных заболеваний вот так что врач но не тот врач который конкретно вот прямо лечит там вот оперируют в больничке работает оттуда занимается научными исследованиями ну и конечно применяет их на практике среди спортсменов внедряя свои методики методики не только я внедряю до своей я же разрабатываю для всех поэтому они применяются вообще везде и в том числе и во всем мире также я сам конструктор спортивных тренажеров которых позволяю о которых позволяют добиваться более быстрых результатов чем некоторые общепринятые тренажеры можете в интернете набрать макевара шилова макевара камертон макевар бадюка шилова вот это снаряды мои как раз то есть это снаряды для боевых искусств ну ладно я на этот вопрос ответил сергей вам да кто это такой по профессии и все такое вот вернемся к интеллекту вот я сказал что это философская концепция что тестами должной степени померить интеллект в принципе невозможно вот интеллект определяется умением анализировать и синтезировать анализ и синтез еще раз просто повторюсь если конечно процессора нет нет процессора нет оперативной памяти нету хард диска да ну постоянного диска то конечно некуда ставить с вами программу нельзя развивать ее никак ничего не получится а так по сути развитие интеллекта это как игра в рпг то есть с каждыми новыми с каждыми новыми действиями новым опытом с новыми рассуждениями с рассуждениями новыми блин это вообще капец ну вот надо же так тормозить едет на зеленый свет блин и в ни с того ни с сего херах бить останавливается прямо передо мной это же просто жопа какая-то так 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 как дела нормально все ребят вот давайте по существу если вопросы есть по теме по которой я докладываю то я с удовольствием вам на эти вопросы отвечу вот значит я сказал что если нету субстрата куда ну материального ставить эти все свои программы ничего не получится а так развитие интеллекта это как рпг игра вы развиваете своего героя да он приобретает новые качества с каждым новым опытом с каждым новым а контактом и так далее если ему некуда запоминать и складировать этот опыт то разумеется нифига ничего не получится но если есть смыкуда то выстраивая новые ассоциативные связи новый опыт приобретая человек развивает интеллект это вне всяких сомнений вот я с удовольствием отвечу на ваши вопросы под этим видео потом если вы захотите высказать свое мнение по этому поводу мне безусловно будет интересно вот а вообще конечно совсем недавно прочитал одну хорошую сентенцию и она меня заставила задуматься как раз именно на предмет того что мы часто спорим ну не об одном и том же то есть вернее спорим на одну и ту же тему и даже имея в виду одно и то же но доказывая свою точку зрения просто не понимая в должной степени друг друга каждый делает вставку на какой-то над акцент который хочется мне пояснить и и из-за этого из-за недопонимания важности какого-нибудь над акцент или какого-нибудь аспекта люди спорят хотя говорят в одном направлении об одном и том же и вот я об этом задумался и понял что да безусловно наш спор с юлей был деструктивный в том плане что она говорила о субстрате вот о том что он не необходим и дается нам от рождения то есть объем мозга количество нейронов дается нам и без этого субстрата невозможно развитие интеллекта вот я же говорил о том что интеллект развивается и может быть сам не развит но конечно субстрат для этого должен быть но в это я тогда думаю если она имела в виду конечно что я но это интеллект как таковой развить нельзя нельзя развить интеллектуальные качества нельзя развиваться я просто резюмира скажу вспомните маугли один и тот же субстрат один и тот же мозг данный там от рождения с близнецам предположим вот там одна яйца в этом близнецит мальчики один там маугли а другой в семье человеческой самовырос у них интеллект будет совершенно разным вот вам и пожалуй доказательство того что интеллектуальные качества развиваются все на на этом я эту тему завершаю всем пока обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на мои каналы на youtube это видео выйдет на live channel то есть на моем лайв канале вот так что обязательно смотрите все всем пока